Дети Большого Толка Это составит 48 тысяч километров за счет движения Земли в космосе Многие звезды, которые мы видим на небе, уже погасли, то есть их попросту нет Почему мы можем их видеть? Потому что расстояние огромное и свет этих звезд только-только дошел до нас Кстати, звезды в созвездиях, которые мы видим, например, Большой Медведице, никак не связаны друг с другом Это Земли видится так, словно между ними можно провести линию А на самом деле они находятся в разных частях космоса Во множестве световых лет друг от друга Умеют ли животные разговаривать? Об этом многие задумываются Что точно известно ученым? Это то, что если в присутствии животного воспроизвести характерные для него звуки, то он ответит тем же Например, если заквакаете, то и лягушка не смолчит в ответ Как вы думаете, кто появился на планете раньше? Акулы или деревья? Так вот, акулы появились в мире раньше, чем деревья на планете Когда же появились акулы? Около 400 миллионов лет назад При виде зевающего человека очень хочется начать зевать Причем даже если вы не хотели спать Почему это происходит? Зевание настолько заразительно, что заставить вас зевнуть может даже текст в книге или рассказ На самом деле заразительно и чесотка, и смех, и плохое настроение Все дело в зеркальных нейронах Зеркальные нейроны – это клетки головного мозга Которые оживляются, и когда мы что-то делаем, и когда мы наблюдаем за другими Они нужны, чтобы дети могли обучаться Благодаря им люди могут ходить и говорить Бывает, сидишь на уроке и думаешь Насколько букв хватит этой шариковой ручки? Насколько слов? Почему время тянется по-разному? Понимают ли животные человеческий язык? А правда, понимают ли животные человеческий язык? Смотрим нашу рубрику «Опрос» Мне кажется, что они бы беседовали о том Почему ты кошка и почему ты собака? О чем бы они говорили? Ну, разные о разном Собаки говорили, что вот к нам зашел вот негодяй Я на него полаял Коты говорили бы о том, где бы лучше полежать Я думаю, они бы беседовали о своих делах, о своей жизни Я думаю, они бы разговаривали о том, где бы им лежать Какую еду бы нам съесть, большую или маленькую? Они бы беседовали о охоте Я думаю, они бы беседовали К примеру, попугая А куда бы мне сегодня слетать? В Африку или в Австралию? Они бы говорили, почему собаки должны жить на улице, а не дома Если бы, к примеру, коты умели разговаривать, они бы спрашивали у друг друга Почему такие существа, как человек, не разрешают драть нам шторы? Это же так весело В этом виде спорта в правилах есть всего одно ограничение Нельзя наносить уколы в затылок О чем мы? Конечно, о фехтовании на шпагах Скорость нанесения укола фехтовании близка к скоростью полета пули Это олимпийский вид спорта Подробнее смотрите наш сюжет Ангард! К бою! Так звучит призыв к поединку фехтований Не волнуйтесь, я вас не вызываю на дуэль Ведь фехтование давно стало спортивной дисциплиной Прежде чем выйти на поединок, нужно надеть экипировку К примеру, электрокуртка Почему она электро? Потому что с помощью ее передается сигнал на аппарат То, что противник нанес удар Сабля Самое главное, этим мы наносим удар Есть еще перчатка Мы ей защищаем руку от удара Есть маска Чтобы нам не попали по голове Сначала кажется, что работает у нас только правая рука Но это не так Ведь напрягаются ноги, когда мы стоим в стойке И даже левая рука, ведь мы ее тоже тренируем Взрослые спортсмены каждый день тренируются по 3 часа В этом виде спорта развивается меткость Четкость, смелость, а еще моральное состояние Ведь нужно уметь проигрывать и быть смелым в бою За моей спиной начинаются поединки Все ребята подключены к катушкам Катушка — это такой аппарат с проводом Который подключается к специальному шнуру Через него мы понимаем то, что фехтовальщик нанес удар И понятно, кто раньше нанес удар Этот вид спорта очень популярен Про него даже снимали мультик «Леди Баг» И вышел даже фильм Называется «Настя Е» В нем снималась знаменитая фехтовальщица Может в бою мы противники друг другу Но вне дорожки мы одна большая семья Если посадить вишню в землю То вырастет вишневое дерево А если банан То вырастет банановое или нет? И где вообще у банана семена? Ответ в нашем следующем сюжете Смотрите В детском экологическом центре выращивают экзотические растения Здесь есть папайя, лимоны и лаймы, жасмин и индийские чаи Каждый год здесь цветут и плодоносят бананы Красные сорта На экскурсиях специалисты рассказывают истории о растениях Бананы растут на тропических растениях, называемых банановыми пальмами Но это не дерево Бананы относят к траве Каждый стебель имеет огромное соцветие Которое содержит множество маленьких цветков После опыления цветков из них формируются плоды бананов Так вот, у бананов есть семена Они находятся внутри плодов Их размер 1-2 миллиметра Поэтому мы их даже не замечаем В действительности банановые растения Размножаются не семенами, а с помощью отводков Маленьких растений, которые растут на боковых стеблях Главного растения и которые можно отделить и пересадить в новое место В феврале отмечается День защитника Отечества А еще День издавых собак, День фиалок, День отказа от мобильного телефона и много чего еще Пришло время для нашей традиционной рубрики «Познавательный календарь» Вы умеете рисовать розы? А горы, море, милых котиков В нашей программе есть замечательная рубрика Рецепт шедевра Неизвестные профессиональные художники учат рисовать Смотрите и присоединяйтесь Каллиграфия – это искусство красивого письма Это особый вид искусства, когда буквы не просто понятны и читаемы А умышленно приукрашены, чтобы выразить уважение или вызвать восторг или радость Каллиграфию используют для оформления визиток и вывесок, приглашений С помощью букв и завитков даже рисуют картины Каллиграфия существует практически во всех странах, где есть письменность Сегодня мастер-класс для нас проведет Ольга Алексеенко Каллиграфия существует уже очень-очень давно Много тысяч лет И развивается по мере того, как развивается человечество Ольга Алексеенко – каллиграф, художник Создает картины из красивых букв и слов Владеет техникой письма как пером, так и кистью Автор выставки в Государственном музее искусства, литературы и культуры Посвященной памяти нашего известного земляка Поэта Роберта Рождественского Ольга проводит мастер-классы по каллиграфии для детей и взрослых В Краевой научной библиотеке имени Шишкова Научиться красиво писать может и левша, и правша Правда, для этого понадобится много часов И сделаем с вами красивые, яркие, радужные прописи Для этого как раз вы принесли с собой акварель Сегодня мы создадим настоящие картины, которые можно поставить в рамку и подарить Начнем с фона, настроения работы Оно будет ярким Можно выбирать любые цвета, которые нравятся, в любой последовательности Затем красиво кисточкой с острым кончиком обводим аккуратные завитки Он как пламя у огня, да, такое? На что он еще? На волну похож, да? Ну вот, значит, этот пламевидный элемент Здесь очень важно начать с тоненькой линии Потом постепенно, плавно сделать нажим и сделать широкую линию И потом плавно отпустить, то есть закончить линию тонкой линией Каллиграфия меняет не только почерк, но и характер человека Чтобы написать красиво, нужно замедлиться, сконцентрироваться Это искусство учит владеть своим телом и эмоциями Развивает усидчивость и вкус Прививает аккуратность И, конечно, те, кто достигают успеха, всегда могут красиво оформить подарок Создать картину, элегантно подписать Валентинку или выразить благодарность Красивые слова становятся еще красивее и превращаются в искусство В начале февраля во всем мире отмечают День ездовых собак Эти помощники служат человеку там, где даже машины отказываются ехать Ездовые собаки очень любят бегать Они созданы особенными Самые распространенные породы Хаски, лайки и маламуты Международный день стоматолога Время, когда нужно вспомнить о том, как правильно чистить зубы Чтобы порежать этих самых стоматологов видеть А ведь зубы даются нам бесплатно от природы всего два раза в жизни 19 февраля День орнитолога в России Орнитолог – это специалист по птицам Неужели птицы так сильно отличаются от животных, что им не подойдет простой зоолог? Оказывается, да Птицы выводятся из яйца, умеют летать и родственно ближе всего к крокодилам и динозаврам А вот наука о рыбах называется их теология Ученые установили, что рыбы даже одного вида приспосабливаются к водоему, в котором они обитают К его цвету дна, чистоте воды и ее засоренности Рыбы могут изменять окраску, форму и даже размеры по ту реку или озеру, в котором живут Знаете, как определить возраст рыб? Каждая рыбья чешуйка подобна годовым кольцам на спиле дерева Только кольца на чешуйке обозначают не годы, а сезоны Узкий промежуток между кольцами – это зима, а более широкий – лето Чтобы узнать возраст рыб, нужно сосчитать кольца и полученное число поделить на два Деревья высотой в 100 метров и больше – огромная редкость А вот для одного из видов бурой водорослей это вполне обычная длина Некоторые из них вырастают и до 300 метров Толщина таких водорослей и течение, в котором они колышутся, делает их удивительно похожими на мифических морских змей Подпись может многое рассказать о человеке Например, чем крупнее подпись, тем выше самооценка Если подпись длинная, то это характеризует человека, который не любит спешить и торопиться Подпись же каждый придумывает себе сам Никто не ограничен никакими правилами и законами Но все же незаметно для себя автор подвластен определенным закономерностям, которые отражают его характер, что и позволяет составлять довольно точный портрет Графология – это наука, которая изучает связь между почерком и характером человека Графологи анализируют почерк, чтобы узнать об эмоциональности человека, склонности к агрессии и многом другом Например, рассказать о личности могут размер и форма букв Крупные буквы указывают на высокую самооценку, а маленькие – на скромность и сдержанность Сильный наклон вправо говорит об эмоциональности и приверженности к действию Об эмоциональности говорит и сильный нажим при письме Важно отметить, что почерк человека меняется в течение жизни, как и характер И плохой почерк не говорит о плохом характере На сегодня это все, но наша редакция уже работает над новым выпуском В нем вы узнаете много интересного О Пантактиде, о свойствах золота, а также о жизни перелетных лебедей Любите науку, это здорово!